МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вашингтон и Ариат обвиняют Иран в ударах по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Изначально, я напомню, ответственность за нападение взяли на себя еменские повстанцы Хуситы, заявившие, что в ходе атаки 14 сентября на предприятия с компанией Сауди Арамка они использовали 10 беспилотников. США и Саудовская Аравия утверждают, однако, что у них есть неопровержимые доказательства причастности к атакам Ирана. Речь идет о спутниковых фотоснимках, на которых видно, как сотрудники Корпуса Стражей Исламской Революции Ирана на авиабазе Ахвас на юге страны ведут подготовку к ударам. Кроме того, как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в правительстве США, атаки были осуществлены с разрешения Верховного руководителя Ирана Айталы Хаминеи. В Тегеране все обвинения называют надуманными и заявляют о готовности к полномасштабной войне, если по иранским объектам будут нанесены удары. Последний виток эскалации напряженности на Ближнем Востоке перед эфиром нашей программы я обсудил с Барбарой Славин, экспертом Атлантического совета, директором программы «Будущее Ирана». Сейчас, по сути, идет обмен взаимными обвинениями по принципу «он сказал, она сказала». Можем ли мы утверждать, на основании информации, предоставленной разведслужбами и военными, кто нанес эти удары? Я согласна с тем, что оружие, которое было использовано, иранского происхождения. Но пока еще остается неизвестным, несет ли именно Иран ответственность за запуск этих дронов. Запускались ли они из Ирана, Ирака или Йемена, или даже с территории самой Саудовской Аравии. Нужна дополнительная информация. К сожалению, США сейчас переживают кризис доверия, поскольку нынешний президент, как бы правильно выразиться, не всегда придерживается фактов. И, конечно же, сейчас в интересах США представить Иран в самых черных красках. Так что нынешней администрации будет нелегко заставить международное сообщество поверить этим разведданным. И тем не менее, вы считаете, что все-таки именно Иран стоял за этими ударами? Пока все сходится, учитывая то, что США с поддержкой Саудовской Аравии и некоторых других стран пытаются наложить полный эмбарго на экспорт иранской нефти. Поэтому было бы вполне логично, если бы Иран предпринял ответные меры против Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов. Вы как раз затронули следующую тему. Ближний Восток — сложнейший регион во многих смыслах этого слова. Кому эта атака наиболее выгодна? Кто получит наибольшее преимущество в результате дестабилизации этого региона? Я не думаю, что кому-то это особенно выгодно. Может быть, в краткосрочной перспективе это сыграет на руку таким странам, как Россия или другим крупнейшим экспортерам нефти, так как цены на нефть подскочили. Но, в принципе, никто не выигрывает от этого. Нам совершенно не нужны ответные удары, эскалация, месть или санкции. Нам необходима дипломатия. К сожалению, администрация Трампа наложила санкции на министра иностранных дел Ирана, то есть именно на того человека, с кем сейчас нужно вести переговоры и постараться прийти к какому-то пониманию. Я думаю, что кампания по оказанию максимального давления уже доказала свою полную несостоятельность. Пришло время для США снова взяться за дипломатию и перестать душить иранскую экономику. Некоторые политологи демократических взглядов уже несколько месяцев говорят, что Дональд Трамп может заручиться более широкой общественной поддержкой, если он развяжет международный конфликт как раз такого рода. Вы согласны с такой оценкой? Нет, я так не думаю. Более того, я считаю, что он понимает, что проиграет следующие выборы, если сделает это. Его сторонники не любят Ирана, но войну они не любят еще больше. Они совершенно не хотят, чтобы США ввязались в третий конфликт на Ближнем Востоке. Обсудим технические и военные аспекты этой атаки с нашим гостем в студии, экспертом Центра военно-морского анализа Сэмюэлом Бендеттом. Сэм, приветствую. Здравствуйте. Сэм, а что это были за дроны, какой тип, сколько их было и почему использовали именно их? Саудовская Аравия зафиксировала 18 дронов, которые совершили успешную атаку. Она также зафиксировала крылатые ракеты. Скорее всего, это были дроны или иранского производства, или, по крайней мере, собранные из иранских комплектующих. У хуситов много своего рода дронов под названием «Самад», «Касеф». У Ирана есть похожие дроны под названием «Абабил» и так далее. Скорее всего, это были дроны дальнего действия. У Ирана есть очень много беспилотников с дальностью до 1000 километров. Они часто как раз говорят об этом, когда иранское министерство обороны объявляет о каком-то новом испытании своих беспилотников. Скорее всего, это была какая-то комбинация именно иранских дронов. Сэм, вот одним из ключевых вопросов, которым сейчас задаются, наверное, как эксперты, так и обыватели, выходит так, что даже региональные супердержавы, коими, безусловно, является Саудовская Аравия, обладающие топовыми абсолютно ПВО, они сейчас не могут защититься от банальных простых беспилотников. Да? Выходит так. Это проблема не только Саудовской Аравии. Это, наверное, будет скоро проблема у всех главных государств, у всех военных держав и, наверное, по всему миру. К сожалению, дроны очень трудно зафиксировать, когда они летят над небольшой поверхностью от земли. Радарные системы часто с этим не справляются. Очень много дронов не сделаны железа и алюминия, то есть их трудно зафиксировать радарами. И получается, что дроны, которые сделали атаку 14 сентября, смогли проколоть противовоздушную оборону именно на таком уровне, как она есть у Саудовской Аравии. И системы радиоэлектронной борьбы могут успешно подавить эти сигналы или заглушить их. Скажите, пожалуйста, сколько стоила эта атака? Потому что говорят о каких-то просто диспропорциональных цифрах, да, о том, что она стоила какие-то копейки, а урон оценивается в десятки или сотни миллиардов долларов. Ну, она, наверное, стоила не копейки. Если действительно применялись крылатые ракеты, в принципе, это довольно-таки недешевое оружие. Сами беспилотники могут собираться дешево, но это все равно были не копейки. Так как, если беспилотники были с иранскими комплектующими, а, в принципе, это довольно-таки внушительный беспилотник, если смотреть на фотографии, которые представила Саудовская Аравия на своем дебрифинге, но действительно урон от них может быть абсолютно колоссальный. И, опять-таки, защита от поражения такого типа должна включать в себя не только системы ПВО, а системы распознавания типа радаров, а также системы радиоэлектронной борьбы. Исходя из тех современных технологий, которыми располагают сейчас, безусловно, как Саудовская Аравия, так и Соединенные Штаты, с долей какой вероятности можно установить местонахождение, запуска этих дронов? Это возможно. Американские войска, саудовские войска как раз уничтожали место запуска дронов как и в Сирии, так и в Йемене. Но это не всегда работает. Ведь система запуска дронов — это, в принципе, довольно-таки мобильная система. Если их запустили из одного места, это не значит, что люди и технологии, которые осуществили этот запуск, могут там находиться. Они не собираются ждать вызова на себя. Скажите, вот вскоре после атаки Владимир Путин заявил, что Саудовская Аравия может купить у России комплексы С-300 и С-400. Он намекает, что они сработали их современные ПВО, да? Ну, знаете, С-300 и С-400 — это довольно-таки диспропорциональные системы, чтобы воевать с дронами кустарного производства. Это более комплексная система ПВО. Это, например, защита от самолетов, это защита от более мощных крылатых ракет. Здесь, скорее всего, сработала бы система, похожая на ту, у которой сейчас есть в России и в Сирии. Например, у России базу Хмеймим и базу Тартус защищают так называемая эшелонированная система. Она состоит из радаров, она состоит из систем радиоэлектронной борьбы, и она состоит из систем ПВО типа панцир. То есть, если даже какие-то дроны и могли проколоть эту защиту, то вступают уже как средство последнего действия. Это панцирь. В принципе, это срабатывало. Ну, может быть, даже не всегда, но это довольно-таки успешная система. Вот от технологических моментов. Давайте перейдем к военным. Каковы варианты военного ответа у Риада теперь? Это хороший вопрос. Я думаю, Саудовская Аравия одна не будет отвечать на этот вызов. Это должен быть комплексный ответ Соединенными Штатами. Но ответ затрудняется тем, что атака была сделана только на нефтепереработающий завод. Никто не погиб. Гражданские лица не пострадали. Не пострадали американцы. Это была очень точная атака. И ответ, в принципе, должен быть пропорциональным. Если он не будет пропорциональным, то будут вопросы, а что, в принципе, тогда можно в Иране атаковать? Или что можно... Какие иранские цели на Ближнем Востоке могут подвергнуться такой атаке? Я думаю, эта атака поставила Саудовскую Аравию в небольшой тупик. Говоря об ответах, ответить может и Иран после этого. Я знаю, что в регионе находятся некоторые базы Соединенных Штатов. В частности, в Кувейте, по-моему, в Катаре. Пострадают ли эти базы в случае военной атаки? И не только базы. Ведь в Саудовской Аравии есть шиитское население также на востоке государства. У Ирана влияние не только в Ираке. Есть еще влияние в Сирии, в Ливане. И во многих стран Ближнего Востока население испытывает симпатию к Ирану. Поэтому ответ Ирана может быть довольно-таки неоднозначным. Опять-таки, затруднение в том, что атака была именно на нефтяной завод. Почти никто больше не пострадал здесь. То есть, аргументированно сказать, что мы хотим сейчас нанести военный удар, достаточно сложно со стороны Саудовской Аравии и США. Вы имеете это? Скорее всего, да. Здесь нужен именно какой-то комплексный подход. Опять-таки, ответ и Саудовской Аравии, и США. Потому что это тоже, скорее всего, вызов США и союзникам США во всем регионе. Я думаю, мы с этой атакой переступили определенную черту. Потому что, если так, то беспилотники и крылатые ракеты такого типа могут использоваться не только против Саудовской Аравии, а против и других государств. Я думаю, сейчас за ответом Риада и за ответом Вашингтона будут следить очень многие. Спасибо, Сэм. Технические и военные аспекты атаки дронов на нефтяные заводы в Саудовской Аравии мы обсуждали сегодня с военным аналитиком Сэмиром Бендетт. Беларусь на этой неделе дважды попала в сообщения мировых информационных агентств. С начала издания «Коммерсант» со ссылкой на свои источники сообщила, что Россия и Беларусь планируют перейти на единый налоговый и гражданский кодекс, а также нижний торговый режим, существенно интегрировав свои экономические системы уже с января 2021 года. Пресс-секретари обоих президентов, правда, заявили, что это всего лишь журналистские штампы, и что конкретных сроков утверждения дорожной карты по интеграции пока нет. Второй громкой новостью из Беларуси за неделю стало сообщение о том, что после 11-летнего перерыва власти страны договорились США о возобновлении дипломатических отношений на уровне послов. Мы обсудили белорусско-американно-российские новости с бывшим послом США в Минске Кеннетом Яловицем. В частности, я спросил у него о значении и причинах этого дипломатического шага Вашингтона и Минска именно сейчас. Это очень важное событие, особенно в свете траектории американо-белорусских отношений последних 10 лет. В последнее время мы осторожно начали восстанавливать контакты. И на это есть несколько причин. Отношения с Россией для Беларуси, для Лукашенко, продолжают оставаться ключевыми. С другой стороны, он всегда хотел балансировать, не сжигать мосты с Западом, особенно в периоды, когда Москва оказывала давление на Беларусь. После российского вторжения в Украину он стал еще больше волноваться и старался заручиться альтернативной поддержкой, пусть даже и дипломатического порядка. Что касается Соединенных Штатов, то для них Беларусь всегда была важной страной из ее географического положения. Однако главной проблемой там для нас была и продолжает оставаться авторитарная форма правления. Почему они это делают сейчас? Это результат постепенной эволюции отношений между двумя странами, которые понимают, что каждый из них может что-то получить от повышения уровня дипломатического присутствия. Однако я надеюсь, что восстановление дипломатических отношений с Беларусью не будет означать, что мы перестанем оказывать давление на ее власти в вопросах соблюдения демократии и прав человека. Беларусь по-прежнему авторитарная страна. Там все еще есть политзаключенные, у оппозиции нет свободного доступа к СМИ. Законодательная и судебная власти не являются независимыми. Там есть гражданское общество, которое начинает зарождаться. Это позитивная вещь. Но Беларуси нужно еще проделать долгий путь, чтобы стать полноценной демократией. Как вам известно, в последние месяцы отношения Беларуси и России переживали не лучшие времена из-за споров о поставках нефти. Однако в начале этой недели мы узнали, что Москва и Минск подписали соглашение о создании экономической конфедерации, как ее окрестили эксперты. Как вы интерпретируете эти события? Я бы не стал преувеличивать значение одного подписанного соглашения. Я следил за экономическими отношениями этих стран на протяжении последних 20 лет, и они заключили много подобных договоров за этот период. Были времена, когда их торговые отношения были относительно стабильными. Однако были и периоды, когда Россия создавала Беларуси различные проблемы, запрещая импорт молочной продукции, фруктов, овощей, угрожая поднять цены на экспортируемую в Беларусь нефть. Я не думаю, что какой-то один документ существенно изменит эти турбулентные экономические отношения. Я бы очень хотел, чтобы Беларусь увеличила объемы торговли с Европой. Я надеюсь, что Беларусь станет более европейским государством. А для этого и будет необходимо не просто реформировать свою экономику, но и подписать соглашение с Евросоюзом, как это сделали Грузия, Украина и Молдова. В тех договорах они обязались провести целый ряд политических и экономических реформ, которые сделают их ближе к Европе. Я думаю, это именно то, чего хотят белорусские власти. В последнее время много говорили о том, что Россия оккупирует Беларусь в ближайшем будущем. Я не думаю, что это случится, так как Лукашенко не собирается уступать белорусскую независимость. Это был экс-голова дипмиссии США в Минске Кеннет Яловец. Обсудим эти темы с моим гостем в студии, белорусским журналистом Франком Вечеркой. Франок, добро пожаловать. Добрый день. Привет. Давай начнем по порядку. Как так получилось, что на протяжении последних 11,5 лет у США и Беларуси не было контактов на посольском уровне? И что изменилось вот сейчас? В 2008-2009 году Лукашенко был на высоте, экономическая модель расцветала, люди в его верили. И то, что Америка начала требовать освобождения политзаключенных, давить санкциями, был продлен акт о демократии в Беларуси. Лукашенко это разозлило, и он вместе с Министерством иностранных дел попросил американского посла уйти. И вот эти 10 лет американского присутствия в Минске, а ненормального посла, а ненормального посольства просто не было. Через 10 лет все изменилось. Контекст изменился, Крым случился, Украина случилась, Путин начал новую экспансию в Европу, и Лукашенко стало выгодно иметь американское посольство с двух причин. Первое, чтобы балансировать в Беларуси российское влияние, а второе, чтобы получить какую-то финансовую поддержку от американских структур. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, возвращение американского посла в Минск, оно повлияет как-то на действия белорусских властей по соблюдению прав человека? Посмотрим, посмотрим. Но каждая демонстрация, массовое выступление белорусов, где были американские дипломаты или послы, спецназ, милиция действовали осторожно. Они очень боятся, что дипломаты будут фиксировать эти нарушения, и поэтому это работало как такая огненная стена, спецзащита для оппозиционеров и журналистов от действий властей. Но я думаю, что Россия, Россия это не понравится, Россия будет давить, Россия воспримет возвращение посла и американской публичной дипломатии в Минске очень настороженно. И я не уверен, что через год-два снова посла не отзовут после, например, президентских выборов. Если, как и в 2010 году, случатся массовые протесты и снова тысячи людей попадут за решетку. Вот вторая нашумевшая новость белорусская на этой неделе, о которой я говорил в моей подводке, это потенциальное экономическое объединение Беларуси и России. Ну, давайте представим, что Беларусь и Россия это две корпорации. На самом деле это государство-корпорации. Одной владеет Владимир Путин с его окружением, другой владеет Лукашенко. И то, что был представлен экономический документ, план про интеграцию, это на самом деле бизнес-оффер. Это предложение прислано с Москвы в Минску. Да, мы с вами дружим, вы наш стратегический партнер, но давайте мы изменим условия сделки, условия наших отношений. Понятно, что, возможно, никакого документа и не было. Возможно, условия совсем другие обговаривались за кабинетами. Не об этом разговор. Разговор об том, что Беларусь продолжает находиться в геополитическом, экономическом, культурном поле России. И насколько реальна эта интеграция, насколько реально Россия инкорпорировать в Беларусь менее важно, чем то, что эта инкорпорация происходит без каких-либо документов. Мы видим сделку, белорусская сторона пока что говорит, нет, 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 мы на это не согласны, мы на это не подписываемся. Но все будет решаться, начиная с декабря этого года, когда будут обсуждаться планы о политической интеграции Беларуси и России. Говоря об этом, посол Яловец, которого мы только что прослушали, он считает, что Лукашенко никогда не поступит с суверенитетом и независимостью своей страны. Ты с ним согласен? Лукашенко никогда не поступит со своим президентством. Но когда он получит условия, предложение, от которого невозможно отказаться, например, стать премьер-министром нового союзного государства или верховным лидером, или почетным руководителем России, почему бы и нет? Ему главное оставаться на плаву, потому что человек амбиций, человек, который любит, чтобы его любили, который должен быть все время в центре внимания, которого на самом деле уважают в России, он хочет этого. Просто ему не было сделано соответствующего предложения. И я не согласен, что это он защищает так хорошо независимость. Я думаю, что просто Россия недостаточно сильно на его давит. Если бы Москва хотела оккупировать Беларусь, давно уже бы стояли российские танки, висели бы российские флаги, и не было бы государства Беларусь. Просто Россия слишком дорого, невыгодна, и, как показал Крым, не всегда это полезно. А насколько вероятно, что Александру Григорьевичу сделают такое предложение, стать, скажем так, премьер-министром, например, Объединенного государства? Я думаю, что все будет понятно в следующем году, когда вот этот разговор от экономических условий перейдет в политическую плоскость. Каким должен быть парламент? Какая должна быть символика? Какие должны быть денежные знаки в новом союзном государстве? Вот там мы и узнаем, какая будет роль Лукашенко. Но понятно, что Путин свою позицию, свое президентство Лукашенко уступать не собирается. У него на это уже есть Медведев и целая группа чиновников, которые готовы быть первым среди равных. Некоторые российские обозреватели считают, что наиболее вероятным сценарием, по которому Владимир Путин может остаться у власти после 2024 года, когда истечет его нынешний президентский срок, будет как раз-таки объединение с Беларусью. Что ты по этому поводу думаешь? Полностью возможно. И поэтому разговоры про конфедерацию, то, что нужно изменить конституцию и по-новому начать отсчет, например, президентских сроков Владимира Путина, это все к этому идет. Но у него остаются и другие сценарии, и другие варианты. И Путин, имея такую колоссальную поддержку внутри России, ему не обязательно идти на какие-то рискованные шаги по поглощению другой страны, чтобы оставаться у власти. Поэтому есть такой сценарий, давайте к нему готовиться, давайте наблюдать, что будет происходить. Но я не думаю, что это сценарий первый в списке. Понятно, что Беларусь это легкая мишень для Путина, но ему намного выгоднее и дешевле просто ждать, пока яблоко созреет и упадет с яблони ему в руки, чем сейчас лезть на дерево и неизвестно доберешься ли ты до этого яблока под названием Беларусь. Скажи, пожалуйста, а вообще вот эти люди, Александр Григорьевич и Владимир Владимирович, они преследуют те же самые интересы? Они заодно? Они ненавидят друг друга. И мы это можем видеть, когда наблюдаем за всеми встречами, за ихними переговорами, потом, как они пожимают друг другу руку. Это такой сжатый... То есть это же язык жестов он все-таки выдает. Это такая сжатая, вымученная дружба. Что да, мы друг друга ненавидим, мы принадлежим к разным кастам, мы люди и политики разного уровня, но пока что, Александр Григорьевич, ты лучшая, что у меня есть в Беларуси. Поэтому оставайся сколько можешь, если надо, мы тебя поменяем. Лукашенко это понимает, и поэтому он приглашает американского посла, Европейский союз, хоть как бы обезопасить себя на случай потенциальных зеленых человечков на территории Беларуси. Спасибо, Франок. С белорусским журналистом Франоком Вечеркой мы обсуждали отношения между Минском, Вашингтоном и Москвой. Это все, на что у нас хватило времени. Спасибо, что были с нами. Я Игорь Тихоненко. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»